слава иисусу христу слава спасителю нашего господа аллилуйя сейчас на фейсбук захожу на свою основную страницу может и здесь получится тоже сделать трансляцию потому что здесь у меня много друзей а вот вижу прямой эфир называется я еще так учусь здесь а вот на фейсбуке тоже есть возможность такая сейчас подключиться так надеюсь сейчас как раз народ-то уже и здесь сможет подключаться братья, сестры, аллилуйя так вроде как все получилось аллилуйя 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 счастлив служение господу богу всемогущему моему отцу небесному православный евангелист влюбленный в иисуса христа моего спасителя Так вот, подписываю сейчас эти видео и публикации на Фейсбуке. Мне понравилась вот такая формировка. Слава Богу, отражающая саму суть как раз. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, всесильному нашему хвала. Аллилуйя. Приветствую всех, кто подключился, кто подключается. Сейчас приветствую всех именем Господнем, именем Иисуса Христа. Так, есть, да. Слава Богу, братья, сестры, всех приветствую. Делаю трансляцию сейчас я на канале Ютуба. Архиепископ Сергей Журавлев. Так канал, собственно, и называется. И у меня здесь вот чаша приготовлена для хлебопреломления. Есть хлеба немного, в остатке. Вот того, фатера называется, фатера. Такой пресный азиатский хлеб. Добрый вечер, Нианила пишет. Аллилуйя. Благоставляю всех вас. Вот, Евгений. Кто еще у нас здесь? Шалом Евгений пишет, да. Аллилуйя. Это я читаю сейчас вот на Фейсбуке. Но я скорее перейду сейчас вот на, значит, наверное, на Ютуб все-таки. Мир вам, Александр да Володичев. Слава Богу. Благоставляю всех вас во имя Господне. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Шалом. Мир всем. Привет всем из Киева. С нашей Киевской архиепископией. Реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Приветствую всех братьев, сестер, верующих, там, разных конфессий, разных динаминаций, разных ветвей христианства. Такого многоветвистого древа Церкви Божьей. Слава Богу. Да. Микола, Руслан. Аллилуйя. Всех приветствую, кто подключается сейчас во имя Господня. Приветствую всех. На Ютубе, чуть попозже, наверное, сейчас прочитаю тоже сообщение. Какие есть. Приветствую свою семью. Также. Синан. Аминь. 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 Аллилуйя. Благоставедник Господних всех вам. Да. А если сока нет виноградного, то что можно вместо этого? Да что угодно. Я, когда сока нет, просто воды наливаю. Или вот у меня виноград, допустим, есть, вот, значит, там, местный, да, вот, значит, киевский. Он, ну, для компота самое то. Компот. И вот тебе вот делаю из этого компота причастие, как раз. Вот. Благослови вас Господь. Аллилуйя. Юрий Турани. Это вот на Ютубе. Приветствую вас. Вот. Потому что не вещество, а причастие, собственно, все суть причастия Евхаристии, хлебопреломления, не в качестве вина или хлеба, а в качестве нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови Иисуса Христа. Поэтому иногда, я вот рассказывал об этом уже во многих таких включениях, особенно на утренних молитвах. Кстати, вот в 6 утра, не забывайте, подключайтесь, друзья, к трансляции на Ютубе, на моем канале Ютуба. На Фейсбуке не всегда получается у меня так вот выходить. Вот. Чисто технически, потому что, ну, и ноутбук у меня зависает, и интернет порой так вот просто тормозит сразу. Сейчас вроде как ничего не вижу. Слава Богу. Хотя вечер. Ну, ладно. Господь благословил. Вот так вот делаю трансляцию сегодня сразу параллельно. Не только на Ютубе, на канале моем Ютуба, но и вот на Фейсбук. Слава Богу. На основной странице моей, по крайней мере, Фейсбука. Так что, друзья, да, благословений Господних всех вам. Али-ду-я. Вот, и по поводу причастия в Харистии, хлебопреломления. Я могу, к примеру, если бы, допустим, в этом городе, да, вот выпить все вино, съесть весь хлеб. Но так и не причащусь. Потому что причастие, это не просто качество вина или хлеба, повторяю, да. Это качество нашей веры. Это наше размышление, рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Да, это действительно, причастие совершается не просто нашим ртом или желудком, а то, что входит в нас, оно не может нас осквернить и тем более не может нас осветить. Знаете ли, оскверняет нас или освещает то, что исходит из нас. То, что исходит из нашего сердца, из нашего разума, нашей души, собственно, из нашего естества, собственно. Вот. И самое великое, что может нас осветить и освещает нас верующих, да, это рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Вот это рассуждение, это кульминация вообще нашего христианства. «Христос в нас, упование славы». Тело Христа, кровь Христа. И уже тело и кровь Христа, это не просто кто-то или что-то. Это не просто где-то там, а это я, как верующий человек. И это самое величайшее откровение Нового Завета. «Христос в нас, упование славы». Величайшее откровение Нового Завета заключается в том, что Бог, Он не просто в рукотворенных каких-то храмах, там или там, или там, в конфессиях, деноминациях, организациях, там или там, или там. Он живет в сердцах людских. Он живет в человеке. И как вот на Руси говорили, на Руси еще в каком-то 14 веке, да, 15, не помню уж. Ну да, в 15 веке, 15 веке, да. Храм не из бревен, а храм из ребер. Или еще говорили так, храм Божий обшит кожей. Ну, это особенно вот у заволжских старцев. Васям Патрикеев, Нил Сорский, вот это как бы часто провозглашал. Так что, дамы и господа, братья и сестры, удивительно, но храм Божий ныне – это живые души, живые люди. Храм Божий – живой человек, сердце человеческое. И я благодарен Богу за то, что мы живем в эту замечательную эпоху благодати. Эпоху уже третьего храма Божьего. Потому как этот храм – святой храм. Он строится уже два тысячелетия, это третий храм Божий. И на основании апостолов и пророков, имея кроегольным камнем самого Иисуса Христа, на котором все здание строится. Церкви Божьей. Уже два тысячелетия идет стройка эта, стройка тысячелетий. Из живых камней созидается храм Божий святой. Прежние храмы были лишь прообразами этого великого строительства, этого великого храма, великой Церкви Божьей. Мы можем, конечно, вспоминать Скинию, передвижной храм. Мы вспоминаем, конечно, первый храм, построенный Соломоном. Мы вспоминаем потом, да, читаем из Библии, как по грехам нашим, да, человеческим. Он был разрушен. Из-за многобожия, идолопоклонства, отступничества Израиля. Он был разрушен, этот храм. Затем было изгнание. Затем было покаяние, возвращение. Такое постепенное возвращение. Пришли в себя, отшва стало совершаться. Вот это покаяние, возвращение, возвращение в себя, возвращение к Богу. И возвращение, конечно, как следствие, возвращение в землю Израиля. Вот. И восстановление храма началось. Тот храм уже, да, мы называем вторым храмом. И второй храм, он пережил особенное, конечно, благодать, особенное действие. Потому что именно во второй храм пришел Машиах. И во время этого второго храма произошло чудо. Первое пришествие, мы говорим, Христа, Машиаха, Иешуа, Иисуса Христа, Его Рождество. И в этом храме он бывал. При этом, ну, к этому храму приходили все набожные иудеи. И семья Иисуса, она была религиозна, набожна. Они приходили к храму, каждую Пасху, по крайней мере, они были точно у храма и приносили жертвы. Поэтому Иисус, маленький, да, Иешуа, он с самого детства, каждую Пасху лицезрел этот прекрасный храм. Но ученики однажды даже сказали учителю, чтобы он посмотрел все-таки внимательно. Это же величественный храм, это величественные сооружения, здания какие. Это просто чудо на самом деле, чудо света. Вот. Ой-ой-ой. И действительно, этот храм был бы назван в древности чудом света, если бы не евреи его создали. Из-за антисемитизма тогдашнего, просто он, этот храм не был помещен в список этих всемирных чудес, таких чудес света. Но, даже если там его и не почитали язычники, как вот, значит, прочие народы, как храм, как чудо света, да, но все евреи и все боящиеся Бога с разных народов, присоединяющиеся, прививающиеся, дикие ветви, да, прививающиеся к Израилю, Приходя туда, конечно же, восхищались этим храмом, поклонялись Богу, святому в этом храме, приносили жертвы, но Иешуа, Машиах, Иисус Христос, Он сказал, что этот храм будет разрушен, и все будет разрушено, эти здания будут разрушены, что камня на камне не останется. Его страшные пророчества, получается, было сказано им незадолго до кульминационной такой развязки. Добрый вечер, слава Иисусу Христу, Господу нашему, благоставения вам, и вам тоже благоставений Господних, да, благоставляю вас, благоставляю, кто сейчас вот на Ютубе, и кто также смотрит сейчас параллельно на Фейсбук. Благоставляю вас, дорогие друзья. Так вот, и тот храм был разрушен, да, получается, в 70-м году нашей эры. Само пророчество, пророчество было сказано Машиахом в 30-м году нашей эры. «Незадолго до страданий, мир и благодать, Милана пишет, всем от Господа нашего Иисуса Христа, аминь, аминь. Мир и благодать, да умножатся, Милана, и в вашем доме, и благоставляю всех святых в Харькове, всех-всех-всех благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя». Вот, и к чему я об этом рассказываю, вновь о храме. К тому, что еще тогда, когда уже пророчество было сказано Машиаха, уже Христос сказал, что храм будет разрушен. Но еще храм не был разрушен, получается, вот между 30-м годом нашей эры и 70-м годом нашей эры. 40 лет еще было такое, как раз, ожидание исполнения вот этих слов Машиаха, Христа Божьего, помазанника, по-русски помазанника. Так вот, и в это время писались послания апостольские, вот на протяжении этих 40 лет, и апостол Павел еще до того, как храм был разрушен, написал в послании своем Коринфянам. Знаменитая третья глава, вот 11 стих написано, что «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». А в 16 стихе, вот это 1 Коринфянам 3,16, я вот рекомендую записать, братьям, сестрам запомнить некоторые такие тексты из Писания. Я не так часто, даже на занятиях по истории христианства, допустим, я не так часто даю какие-то для записи даты или тексты из Писания. Но некоторые я вот настоятельно рекомендую запомнить тексты из Писания или исторические даты, потому как это очень полезно и назидательно для верующего человека. Так вот, и что 1 Коринфянам 3,16, почему я рекомендую запомнить верующим, потому что это, ну, оно созвучно, кстати, с Иоанном 3,16. Золотой стих Библии, мы говорим, в христианстве, в разных ветвях христианства, общепризнанно, общихристиански признано, что вот Иоанна 3,16 является золотым стихом Библии, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот этот стих открывает как бы все Писание, всю Библию открывает для верующего человека. Вот, а есть текст 1 Коринфянам 3,16, его можно смело назвать золотым стихом, но экклезиологии, библейского понимания, учения о церкви, библейского учения о церкви, золотой стих экклезиологии, 1 Коринфянам 3,16. И там говорится апостолам Павлом следующее, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Аллилуйя, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Разве не знаете, братья и сестры, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Аллилуйя, аллилуйя, да, я знаю, я храм Божий и я часть этого величественного, огромнейшего сооружения. Аллилуйя, 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 слава Иисусу Христу, всем святым пожелания, да, есть, сейчас я прочитаю о том сообщении, здесь оно исчезло быстренько. Так, вот, есть пожелания от Ивана Левко на Ютубе, на канале Ютуба сейчас. Следующее пожелание от Матфея, записано 3, 6,33. Он поприветствовался, слава Иисусу Христу. Всем святым пожелания всегда старайтесь выглядеть в одежде и в своем повседневном хождении пред Богом святыми, к чему мы и призваны. Аллилуйя. Вот такое наставление, такое пожелание, такое, вот, и я снова перехожу на Фейсбук, вот, и хочу эту мысль сейчас просто, ну, вообще, провозгласить вместе с вами. Давайте скажем вместе, друзья, вот здесь вот в трансляции, кто сейчас смотрит, сейчас кто-то смотрит на Фейсбуке, да, кто-то смотрит, да, на моем канале сейчас подключился. И, конечно, на основной трансляции на Ютубе. Давайте скажем сейчас вместе, ну, и те, кто в записи потом смотреть, будет, конечно. Давайте скажем, да, я знаю, что я часть этого храма Божьего. Бог живет во мне. Да, мы знаем, мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь. Храм Божий, живой человек, величественное сооружение. Два тысячелетия продолжается эта стройка, величественная стройка. И не только основанием этого храма является Иисус Христос. Владимир пишет долгие благословения бильных Господа и Спасителя нашего всем верным детям Божьим. Аллилуйя. Благоставляю вас тоже. Вот. И пусть Господь благословит нас. Действительно, часть этого, каждый верующий, часть этой огромной стройки. Живой камешек. И в каждом камне живом Иисус Христос. И глава церкви, сам Христос, то есть он является и основанием, и фундаментом, да, и всей этой стройкой, и куполом, завершением этой стройки, главой церкви является сам Иисус Христос. Слава Господу. Ибо нет другого имени под небом и не надо. И не может быть. Данным нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу. Так что, христианство это храм Божий. Христианство это сам Иисус Христос. Это его тело святое. Сегодня, сейчас, на этой земле. Церковь Бога Живаго. Столб и утверждение истины. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. И церковь Божья, это не просто конфессии, динаминации. Всевозможные конфессии, динаминации, юрисдикции, организации, структуры, союзы. Это для нашего человеческого больше такого размышления. Это больше, скажу, религиозно-политические определенные такие аспекты. Царство Божье, будем так говорить. Вот. А церковь сама Божья, истинная церковь Божья, это возрожденные свыше люди, дети Божьи, братья и сестры. Конечно, в христианстве много разных течений. Много очень всего. Смотрю, и сейчас вот здесь сообщения тоже приходили. А, вот отец Алексея звонит, но я не могу ответить сейчас. Вот. Потому что трансляция идет, иначе она прервется, сейчас отвечу. Но благоставляю нашего благочинного, отца Алексея, значит, протеерея нашего, да. Вот, благоставляю. И сразу скажу, что в воскресенье, вот, ожидаем вас, братья и сестры, слава Богу, здесь в Киеве на служение. Благословение всем вам, братья и сестры. Будем причастие совершать. Как действительно, вот, такое хлебопреломление, хлебопреломление, причастие Евхаристия. Слава Богу. Так, здесь я вижу, перехожу сейчас я на... Вот так будет лучше. На YouTube. Чтобы не зависло. Вот. Потому что на Facebook это хорошо, но у меня трансляция основная идет на YouTube. Вот. И, дорогие братья и сестры, совершая причастие, совершаем действительно, ну, вселенского масштаба действия. Таинственное такое действие. Это таинство. Действительно, это таинство. Братья и сестры, дорогие мои. Это таинство тела и крови Иисуса Христа. Таинство веры. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. Аминь. Аминь. Благословляю вас всех. И в этом причастии, конечно, верующие тоже и подключаются, присоединяются, так вот, онлайн тоже очень разные, очень разных там динаминаций, конфессий. Ну, это и хорошо, конечно. Слава Богу. Любви. Все покорны. Все конфессии, динаминации. Неважно, какой в организации человеческой. И главное, чтобы мы были частью Божьей Церкви. Потому что можно быть православным всю жизнь, или протестантом, или католиком, там, и кем угодно. Но так и не быть христианином. Христовым, то бишь. Потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И сегодня вот в причастии я хочу размышлять вновь о теле и крови Иисуса. И причащаются, и в наших собраниях тоже, в церкви, допустим, здесь в Киеве даже, приходят очень разные верующие. И среди наших служителей тоже очень разные верующие, очень разные теологии. Кто-то верит в Троицу, да, кто-то верит в Единицу, кто-то верит там в Двоицу. Кто-то там, допустим, верит в предопределение, кто-то верит в сознательный выбор самого человека. Кто-то верит, ну, очень много разных традиций, культур, очень много разных теологий в христианстве. Но само по себе это ничто. А все в том, чтобы действительно Иисус Христос, Сын Бога Живаго, был нашим личным Господом и Спасителем. Это самое важное. Потому что христиане мы, не потому что мы там держимся теологией православной, протестантской или католической, или какой-то еще. Нет. Теология не делает нас христианами. А что делает нас христианами? Делает нас христианами сам Иисус Христос. И это самое важное. В вашей епархии вы один вышли из традиционной православия или кто-то еще с вами. Со мной, кроме моей жены и детей, никто не выходил. Будем так говорить, со мной именно. Вот, значит, со мной только моя жена вышла и все, в 96-м году. Но в нашей епархии есть тоже вышедшие из традиционного православия священнослужители, монахи, священники, которые вышли, ну, не вместе со мной, но вышли тоже из традиционного православия, там, чуть позже, в другие годы уже, в других епархиях тоже вышли. Вот, но есть и те, кто вышли, тоже, как и я в свое время, в 96-м году вышел. Вот, из традиционного православия или католицизма, значит, или протестантизма. Вот, а есть и те, кто вышли, ну, не как вышли, просто вот уже, будучи верующими в нашей церкви, стали священнослужителями, вот, значит, покаявшись, возродившись здесь. Слава Богу! Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья. Вот, и я лично держусь правила Блаженного Августина, о котором говорю очень часто. Кстати, вот здесь тоже, на трансляции, на Фейсбуке подключились сейчас, ушло уже вверх, уже сообщение, ладно. Вот, подключались тоже братья, я видел, тоже с разных церквей, некоторых просто я знаю. Вот, и знаете, друзья, действительно, разные теологии, разные идеологии, но один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. И сегодняшнее причастие даже Евхаристия, это рассуждение, само рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Рассуждаем сегодня о теле крови нашего Спасителя Господа. И прямо сейчас, вот, кто подключился к эфиру, вот, или же уже потом в записи, бывает, люди смотрят потом в записи, утренние или вечерние молитвы эти записи, и тоже принимают причастие Евхаристию, потом пишут мне об этом, слава Богу. Потому как оно, Евхаристия, причастие совершается вне времени, оно совершается, это как вечность во временном. Это бывает, мы совершаем и ночью, и днем, и утром, и вечером. Само причастие, это наше рассуждение о теле крови Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Я приготовил здесь заранее у меня виноградный сок. У меня здесь есть немного лепешки. Пресная лепешка, фатер называется, фатер. Вот, и, да, я совершаю причастие Евхаристию. Беру, да, мир вам, братья и сестры, аллилуйя. Беру немного хлеба. Какой есть хлеб? Ржаной, так ржаной. Печенюшки, сухарики, печенюшки, сухарики. Что есть? Вот сегодня у меня вот кусочки, вот есть фатера, вот этого, остатки, этой лепешки большой, которую утром показывал я вам, да. Значит, вот я для причастия использую такие остатки, эти лепешки, этой. Вот, нет сока виноградного, так я просто наливаю, просто воды наливаю. Вот, и для Господа нет проблем, он может и, значит, просто обычную воду, как говорится, под краны превратить там в самое лучшее изысканное вино. Кстати, епископ Руссутан Гоцеридзе написал, значит, с Грузии сообщение, что нашли какой-то сосуд такой, вот там вот такие кувшины большие в Грузии, в капу, в землю, вот, в которых хранят вино. Оно там приготовляется, потом его закупаривают и хранят. Порой там даже не одно столетие. Но уникально нашли один кувшин в земле, просто археологи наткнулись, который датируется, не помню точно, восьмым или девятом столетии нашей эры, представляете? И в нем ученые ахнули прекрасно сохранившееся вино вот того времени еще. Представляете, сколько столетий это лежало вино в земле, в этом кувшине, в этом огромном кувшине, ну, как оно, размером там с большую комнату, представляете? Вот. И вот сокрытое такое было вино. Иисус, первое чудо его, кстати, оно было, совсем не было связано, как вот, ну, обычно мы представляем, с какой-то нуждой, с какой-то такой, ну, такой, не то, что нуждой, но проблемой такой, да? Это не было исцеление больного, или очищение прокаженного, или воскрешение мертвого. Иисус совершал впоследствии много чудес, да. Но первым чудом его было, просто свадьба гуляла, пела и плясала Иисус там, Мария, апостолы, все плясали, ликовали, ели мясо, пили вино, все было прекрасно, все было хорошо. Но вдруг незадача, не усмотрели. Видимо, гостей пришло много, я так понимаю, что ради Иисуса, наверное, еще там, и как бы ради, ну, ученики все-таки, наверное, еще кого-то пригласили. Короче, гостей было, я так понял, неожиданно больше, чем предполагали, значит, новобрачные. Ну, вина не хватило, факт, что вина не хватило. Ну, Иисусу сказано было, да, Мария сказала, что мама, вот они вина не имеют. Вот, закончилось вино. Ну, гости, конечно, уже подвыпили уже, но, как бы, вот, ну, в разгаре еще, в разгаре свадьбы-то, надо продолжать, а что делать, ну, ладно. Иисус, что сказал? Самое интересное, Он сказал, что налейте просто воды, вот, распорядителю, да, значит, ну, этому, ну, этому людям. Они налили воды просто, а потом, говорит, почерпните и несите распорядителю. Вот, ну, тамадак, кто, там, вел этот пир. Почерпнули этого, этой воды, она превратилась уже в вино. И принесли этому распорядителю. Распорядитель попил вина этого, который из воды превращенная, превращенная. Там, наверное, такое вино было, что все дегустаторы и все, значит, ценители вин просто-напросто, ну, как бы, сказали бы, это невозможное вино. Действительно, это было превосходнейшее вино, потому что даже этот мода, этот распорядитель, он даже сказал жениху, слушай, обычно дают вначале хорошее вино, а потом уже, когда уже подвыпьют, уже, уже компания такая пьяненькая, там уже, уже, что можно и похуже поставить уже. Вот, они не заметят, напьются, как бы, не заметят. А ты, говорит, наоборот, слушай, ты давал им вообще плохое вино по сравнению с этим, это вообще плохое вино, кислятина какая-то. И они уже напились, и теперь уже пьяно, и компания, и все это, и ты даешь самое хорошее, дорогое вино. Ты не прав. Ты не прав. И, ну, жених не знал, и распорядитель не знал, а потом-то узналось все, потом все узналось, что это было чудо, Божье чудо. Поэтому я смело наливаю просто воды часто, и молюсь, и благоставляю, потому что не вещество, там, не качество вина или хлеба, а качество нашей веры, вот наше причастие, вот наше Евхаристия, хлебопреломление, слава Богу. Аллилуйя. Приветствую, Татьяна Сум, приветствую, Аллилуйя. И здесь отец Алексей присоединился, вот, слава Богу, вы не могли дозвониться, а здесь уже просто эфир был, поэтому я трубку не поднял, потому что иначе прервалась бы трансляция. Я видел, там написано было, отец Алексей прошаг, все, значит, звонят, но... Да, хорошо, что подсоединились, слава Иисусу Христу, навеки слава, Богу Святому, Аллилуйя. Вот, и хотя на Фейсбуке трансляцию я делаю параллельно, в этот раз получилось вроде как, пока вроде как не зависает даже, вот, но основная моя трансляция идет сейчас, прямо сейчас на Ютубе, на канале Ютуба. Так что, дамы и господа, братья и сестры, причастие, Евхаристия, хлебопреломление, это тело и кровь Иисуса Христа, Аллилуйя. Аллилуйя, здесь добрый вечер, приветствуется, слава Богу. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, благословен Спаситель наш, благословен Утешитель наш, благословен, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Благодарю Тебя, Ава, Отче. Благодарю Тебя, Творец неба и земли. Благодарю Тебя, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог патриархов и пророков. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благодарю Тебя за Твою любовь, за тело и кровь. Благодарю Тебя, Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего инородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, что сегодня, два тысячелетия спустя, кровь Иисуса Христа также по-прежнему сильна и очищает нас от всякого греха. Благодарю Тебя, Господь, что ранами Твоими я исцелен, прощен через кровь святую, пролитую на кресте Голговском, омыт, очищен. Благодарю Тебя, Господь святой, великий Бог наш. Благодарю Тебя за спасение, дар Твой свыше с небес, во Христе Иисусе, Господе нашим, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная, во Христе Иисусе, Господе нашим. Аллилуйя. Здесь Владимир пишет еще тоже, вино Божие, вино виноградное, не бродившее без алкоголя, ибо Господь за ясный ум. Амэн. Аллилуйя. Пусть ваш ум не будет ясным, пусть не обезжиренные сливки, и пусть не вино безалкогольное, но пусть будет вино Духа Святого с самой великой крепости, чтобы потерять нам человеческое, вот этот вот ум человеческий, плотской, чтобы иметь ум Христов, который кажется безумным для этого мира, потому что Господь хочет, чтобы действительно мы были безумны Христа ради. О, спасибо Тебе, Господь, что Ты просто-напросто, Боже, изменяешь наше трезвое христианство, и изменяешь нас, Господь, христиан-трезвенников, и язвенников, и прочих. Ты делаешь нас действительно своими детьми, пьяными от Духа Твоего Святого. Господь, я прошу Тебя за тех христиан, что еще не пьянели от Духа Святого. Прошу прямо сейчас, пусть вино Твое, Господь Божий, оно напоит нас, вино Духа Святого. И пусть не будет трезвого христианства, пусть будет в Духе Святом пьяное христианство во имя Иисуса Христа. Боже, потому что трезвых христиан, о, Боже, помилуй, помилуй трезвых христиан, помилуй, потому что трезвое христианство никогда не исполнит Божьи поручения. Оно на трезвую голову кажется нереальным, просто невозможным. Но пьяному море по колено и горы по плечу, пьяному в Духе Святом человеку, поэтому вино Духа Святого, это не безалкогольное. Вино Духа Святого, это величайшая крепость, которая пьянит нас. Напивайтесь прямо сейчас Духа Святого, напивайтесь прямо сейчас Божий Дух Святой, прошу тебя прямо сейчас наполняй наше естество, преисполняй Господь во имя Иисуса Христа. И пусть не будет трезвого христианства, пусть среди нас не будет трезвенников, язвенников, но пусть будет Господь Божий действительно христианство, наполненное Твоим вином Духа Святаго. Боже, пьяное христианство, Духом Святым пьяное, любовью пьяной Твоей, Господь, Твоей любовью. Боже, слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь, Аминь, Аминь. Благословен Господь Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли, Аминь. Благословен Господь Бог наш, Царь вселенной, давший нам плод виноградной лозы, Аминь. Тело Христа, Аминь. Кровь Иисуса Христа, Аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Аминь! Аллилуйя! Аминь! 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 Господь, слава Тебе! Боже, наполняй Собой! Дух Святой, наполняй нас Собой! Боже, слава Тебе! Слава Тебе и хвала! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава! Аминь! 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 И крепости Духа Святого больше и больше, особенно я заметил это, когда практикуешь молитву на иных языках, оно еще больше, это вино Духа Святого крепнет и крепнет, крепчает, вот, и с ног валит нас, человеческих, ставит на самом деле нам, просто облекает нас в ум Христов уже, имеем уже ум Христов, облекает нас в силу свою. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Царь Вселенной! Благодарю Тебя! Благодарю! Благодарю! Благодарю Тебя, Господь! Слава! 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 Больше! Больше! во имя иисуса христа духа святаго твоего больше и больше и больше слава тебе господь слава 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 тебе пусть храм твой святой боже заполнен будет тобой господь боже и слава твоя боже аллилуйя в твоём аллилуйя аллилуйя кема щеки бахара као хаше маха бая кема хаше маха аллилуйя аллилуйя слава тебе слава слава и хвала господь боже всемогущий благослови народ свой благослови господь нас миром своим шаломом аллилуйя 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 аминь 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 да и благословляю сейчас все кто и на Facebook также Подсоединился всех Братьев, сестер, обнимаю, целую Благоставляю всех вас во имя Господне Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь, аминь Благоставляю всех вас Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир всем вам Братья и сестрички Дочечки и сыночки Небесного нашего Папочки Слава Господу Благоставляю всех вас Пусть и ночью Откровения эти от Духа Святаго Будут прямо во сне И в изображениях То что мы увидим во сне И в звуках В голосе Пусть Дух Святой наставляет нас Учит нас Аллилуйя И завтра утром В шесть утра Подсоединяйтесь Дамы и господа Братья и сестры Продолжим этот пир веры Слава Иисусу Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе Господь И как здесь сказано Паки-паки Как говорится Снова и снова По-русски Из Евангелия Атеана С первой главы Восемнадцатый стих Бога не видел никто никогда Единородный Сын Сущий в недре Отчим Он явил Аминь Он явил Иисус Христос Он явил Бога Живого Иисус Христос Явил Бога Всем народам В первую очередь В Израиле И всем 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 Аминь Завершаю Трансляцию Словами Слава Иисусу Христу Навеки слава Богу Святому Аминь Благословляю всех вас Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя